Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с фото-видео техникой, а именно с аккумуляторами Enelo, которые представлены у вас справа и были на моем канале, в данное время все еще не используются и применяются с различными фото-видео устройствами, такими как батарейными ручками и различных пультов. Для зарядки я использовал стандартную зарядку Литокала, которая у вас представлена слева, но единственный ее недостаток в том, что она заряжает токами 300 мА, 500 мА, 750 мА и 1000 мА. Ну а если посмотреть параметры и характеристики данных аккумуляторов, то, конечно, рекомендуют заряжать металлогидридные аккумуляторы не более 30% от емкости. И в данном случае у нас представлено два вида аккумуляторов, это стандартный 2, у которых 1900 мАч, соответственно, если мы берем 30%, то получается у нас 570, что вроде как проходит по данной зарядке. И есть у нас 3А аккумуляторы, там 800 мАч, ну, соответственно, получается, если 30%, то 240 мАч. Тоже практически проходит по нижнему пределу 300 мАч, но, исходя из параметров, которые представлены в виде графиков, лучше все-таки их заряжать 10% от емкости. Поэтому 1900 лучше заряжать 190 мАч, ну а 800 мАч, которые 3А, нужно заряжать, соответственно, 80 мАч. Чтобы это проделать, я для этого приобрел зарядное устройство, тоже специально для данных аккумуляторов, производителя Panasonic. Ввиду того, что от Саня все это ушло, имеется в виду и не лоб, Panasonic, то и зарядные устройства были переименованы. Изначально они были вот в таком виде. Да, кстати, ввиду того, что совместно было дешевле покупать, имеется, и для аккумулятора, и зарядного устройства. Поэтому я приобрел в таком виде. Если по отдельности приобретать, это было бы дороже. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Тортный пришло. Пришло это все при помощи Почты России, но продавец очень хорошо упаковал. Тем самым спас внутренности от Почты России, от его вандализма. А коробка была изрядно потрепана. То вот сами аккумуляторы пришли в достаточно хорошем виде. Стандартные аккумуляторы, которые у нас были на моем канале имеется в виду. Ну, в настоящее время раньше не ставили. Вот здесь он сейчас уже ставит. И месяц, и год. То есть, седьмое и двадцать первого были произведены. То есть, можно сделать на стоп и прочитать все характеристики. В том числе, и сравнить штрих-кода. Ну, и раньше писали, что сделано в Японии. Сейчас здесь написано, что сделано в Китае. По японским технологиям, как он здесь вот внизу написан. Стандартные аккумуляторы, которые уже у меня были. Они функционируют, работают в различных устройствах. Такие, как фото-видеотехники. Фото-это батарейные блоки для фотокамер. Ну, а для видео-это, соответственно, в пультах. Ну, и тому подобных устройствах. В том числе и в фонарях и так далее. Да, вот, кстати, ввиду того, что внутри находится китайская, американская вилка. То, вот, продавец вложил адаптер на европейскую вилку. Единственное, у них какие-то проблемы. Белые вилки кладут черные адаптеры. А с черными вилками кладут, соответственно, белые адаптеры. Но, ввиду того, что у меня есть такой вариант, то я спокойно могу поменять. Там я буду использовать, где черные-черные, а где белые, то, соответственно, белые. Буду использовать. Но пока оставим. Все, в исходном виде проверим, работает, не работает данный адаптер. Ну, и само зарядное устройство, которое здесь представлено. Здесь все на китайском языке расписано. Вольтаж, допустимый, от 100 до 240 вольт. То есть наши розетки проходят без проблем. Основные характеристики имеются в виду QR-коды и так далее. И что может производить данная зарядка? Она стандартные аккумуляторы NELOV2A и 3A, заряжая в течение 10 часов. Аккумулятор с приставочкой PRO заряжает 12 часов. И если она будет работать до 13 часов, то здесь есть таймер. Он сработает и отключится. Сама функционерная здесь есть LED-подсветка. И, соответственно, когда она отключается, то аккумулятор заряжен. Если она отключается или отключилась через 13 часов, значит, что-то есть какие-то проблемы. Давайте сейчас откроем, посмотрим, что из себя представляет данное зарядное устройство. Давайте смотреть, что здесь находится внутри. Раскрывается достаточно просто. Так, само зарядное устройство и, судя по всему, документацию. Давайте сейчас посмотрим ее документацию. Ну, скорее всего, здесь все на китайском языке. Видим, все на китайском языке. Продублировано. Есть комиксы. Как вот здесь он демонстрируется о том, что заряжать можно попарно. Еще однотипные, либо в правом, либо в левом отсеке. Либо можно делать микс, но тоже попарно. Право, лево, право, вернее, слева и справа. Вот так вот осуществлять зарядку. Ну, либо, если у вас только две нужно зарядить, соответственно, заряжать нужно только либо в правом, либо в левом отсеке. Однотипные аккумуляторы. Еще либо два по парой, либо три. Рисовать только лишь в том случае, когда вы будете использовать. Четыре слота и попарно слева, либо справа. Соответственно, разные мемы. Так, вот такая вот документация. И посмотрим само зарядное устройство. Здесь вот есть вариант для два крайние и ближние контакты. Это для три аккумулятора. Написано BASIC. То есть, этот основной никель металлогидридный. Так, здесь вот тоже есть часть на английском, если видите. Дата изготовления написано 22.07.2022 года. И вот такая вот вилочка. Стандартная китайская, либо американская. Они такие же применяют. Как видим, устанавливаем переходник. И подключаем данное зарядное устройство с аккумуляторами. И давайте сейчас посмотрим, как это зарядное устройство функционирует. Десять часов я уже томить не буду. То есть, я продемонстрирую вариации на тему. И в дальнейшем уже сам себя буду заряжать именно при помощи этого зарядного устройства. Чтобы аккумуляторы прослужили достаточно продолжительное время. 2100 циклов, как минимум. Но и набирали полностью свою емкость. Там 800, либо 1900. В зависимости от того, какой у вас тип аккумулятора. Либо 2А, либо 3А. Итак, давайте сейчас подключать и смотреть. Как это у нас все дело осуществляется. Так, вот мы зарядили. Полный комплект. И подключаем. Вот у нас загорелась индикатора. Говорит о том, что аккумуляторы заряжаются. Давайте проверим еще один вариант. Сейчас я достану. Так. Ну, минимум 2. Заряжаем попарно. Одного типа. Все заряжается. Так, и давайте. Я уже все варианты проверять не буду. Демонстрирую только. Два разной имена. Ну, имеется в виду, не буду менять право-влево. И, как видим, у нас все это дело прекрасно заряжается. Причем попарно. Давайте проверим еще один вариант. Прошлый я уже оставил здесь. Здесь не было. Сейчас сделаем здесь. Только другого типа. Как видим, функционирует. Все у нас заряжается. И теперь в течение 10 часов до победоносного держим данное зарядное устройство. Для того, чтобы у вас зарядились качественные аккумуляторы. И последний вариант. Когда у вас 4 однотипные 3А заряжаются попарно в двух отсеках. Хорошее зарядное устройство. Всем рекомендую не спешить. Аккумуляторы будут служить долго. Также заряд будет отдавать долго. Потому что емкость будет набирать постепенно, долго. Возьмет в себе все 800. Хотя на быстрой зарядке и показывает, что 800 взял. Но это еще не факт. То есть быстрее будет разряжаться таким способом. Итак, я вам продемонстрировал зарядное устройство Panasonic. Которое специально разработано компанией Anylob. Для своих аккумуляторов металлогидридных. Гидридных стандартных типов 2А и 3А. Согласно первым рекомендациям. Нужно их заряжать для того, чтобы они полностью накопили свой заряд. Не более 10% от емкости. Что и реализовано в данной зарядке. Существует еще второй вариант данной зарядки. Это быстрая зарядка. Там уже берет 30% от емкости. Соответственно, быстрее заряжается. Быстрее при работе разряжается и тому подобное. Конечно, сокращается время. Практически в 3 раза вместо 10 часов и там 3 часа заряжаете данные аккумуляторы. Но все же рекомендую заряжать долго, упорно. Тем самым вы продлите срок службы своих аккумуляторов. И также дольше они будут работать в ваших устройствах фото-видеотехнике. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию о зарядном устройстве для аккумуляторов Anylob. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова